Добрый день! Старшие девушки, которые там полиции не лечут, как видите? Нет. Три экипажа ТПС дислоцировались у Миякира вечер с субботы на воскресенье. Движение оживленное, люди едут с дачи или на дачу. И есть немалые шансы встретить даже водителей под шофе. Полицейские тщательно проверяют документы и осматривают багажники. А вот здесь нарушения налицо. Следопропускаемый составил 10%. Допустимо 70%. Любителю тонировки придется на месте устранить нарушения. И все же молодой человек признается, эффектный внешний вид авто для него важнее, чем правило. За тонировку он заплатит штраф в 500 рублей. Почему тонируетесь? Хочу. Это вам не мешает? Нет. Завтра вечером закатаюсь. Дальше больше и нарушения серьезнее. Этот автомобилист, сам того не зная, подвергал опасности несовершеннолетнего пассажира. Подвез соседку с ребенком на заднем сидении. А та не пристегнула малыша. В итоге штраф 3000 рублей. Да, надо обязательно пристегивать. Но не заметил, не проследил. Мама рядышком сидит, она говорила, пристегнула. Ребенок попросил, что ей вот тесно. Ну, пошли на поводу, сейчас пристегнем. В этой машине дама прятала лицо от камеры. Рано и понятно, ребенок вообще ехал без удерживающего устройства. Она отделалась штрафом, который был выписан водителю. Но в случае ДТП такая халатность может стоить детской жизни. Дети должны быть в детском пресле. За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Далее будет составлено, вынесено постановление для водителя. Будет вынесен штраф. Сейчас сотрудники ЕБДД останавливают поголовно каждого водителя. Самые частые нарушения – это не постановка машины на учет и отсутствие страховки. Также сотрудники ЕБДД нередко ловят тех, кто вообще садится за руль без водительского удостоверения. Однако радует, что у большинства автомобилистов все-таки все в порядке. Но все же рейды дали свои плоды. За выходные дорожными полицейскими было пресечено 119 нарушений. Семь водителей попались в состоянии алкогольного опьянения, из которых у двоих это уже рецидив. Десять лихачей выехали на полосу встречного движения. Одиннадцать автолюбителей сели за баранку без водительских прав. Как нам пояснили в ЕБДД, усиленные патрули на дорогах дежурят и сегодня. Ведь самое главное – для стражей порядка не допустить новых ДТП. Евгения Кокшарова, Сергей Калейник. Новости Верхнекамья.